Спрос на констовары относительно стабильен в течение года с явно выраженным всплеском накануне 1 сентября. Естественно, накануне роста спроса нужно запускать рекламу. Это период съема сливок. Но как выжить в остальное время? Мы покажем, как настроить таргетированную рекламу для привлечения клиентов в периоды стабильного спроса. Всем привет! Меня зовут Сергей Карпухин, и сегодня я покажу, как настроить таргетированную рекламу для магазина констоваров. Если видео понравилось, расскажите об этом в комментариях. Лайк с подпиской тоже будут приятным бонусом. Исходные данные. Площадка – интернет-магазин констоваров. Регион – город Владимир и область. Бюджет на месяц 45 000 рублей. Родители школьников и ответственные лица по закупке констоваров для офисов. Есть список email-адресов клиентов, которые ранее заказывали товары, но ничего не купили в течение последних двух месяцев. Прежде чем настраивать компанию, надо подумать, кому и какую рекламу показывать. У магазина констоваров две ярко выраженные группы покупателей. Первая – владельцы малого бизнеса, завхозы, специалисты по закупкам, то есть все, кто занимается закупкой констоваров для нужд офиса. Их в основном интересует мелкий и средний опыт. Ходовые товары – бумага А4, стикеры, степлеры и скобы для них, ручки, папки, файлы и т.д. Спрос относительно стабильен в течение года, с просадкой летом и на праздники. На долю этой группы потребителей приходится около 60% выручки магазина. Заполним эту цифру, она нам пригодится при распределении бюджета на рекламу. Вторая группа – родители школьников. Основная часть констоваров закуплена к 1 сентября. В течение года докупаются тетради, обложки, линейки, рюкзаки и другие товары. На долю этой группы потребителей приходится около 30% выручки магазина. Остальные 10% – школьники, студенты и другие клиенты. Чтобы не распилять и без того небольшой бюджет, на этих потребителей в рекламной кампании ориентироваться не будем. В рамках каждой из этих двух групп потребителей выделим две подгруппы. Новые клиенты – это жители города Владимира и области, потенциально заинтересованные в констоварах, но которые в течение последнего года не покупали их в рекламируемом магазине. И существующие клиенты – это пользователи, которые в течение последнего года что-либо покупали на сайте интернет-магазина. Таким образом получаем четыре сегмента. 1. Родители школьников – новые клиенты. 2. Бизнес – новые клиенты. 3. Родители школьников – существующие клиенты. 4. Бизнес – существующие клиенты. Под каждый сегмент создадим свою рекламную кампанию с уникальными настройками таргетинга, объявлениями и ставками. Это позволит идеально заточить рекламу под каждую группу потребителей и оптимизировать бюджет. В теории можно еще сильнее раздробить аудиторийный сегмент. Например, разделить тех, кто живет в городе Владимире и в области. В первом случае сделать упор на удобство расположения магазина и дни скидок, а во втором на бесплатную доставку при заказе на определенную сумму. Также можно выделить сегменты по полу, возрасту и т.д. Но надо понимать, что бюджет у нас всего 45 тыс. рублей. Если мы разнесем его на 10-12 компаний, то по каждой из них у нас будет мало статистики для принятия решения о ее эффективности. Кроме того, по времени затратно настраивать такое количество компаний под каждый сегмент со своими креативами. Поэтому мы нашли оптимальный баланс — четыре сегмента и соответственно четыре компании. И далее мы покажем, как настроить каждую компанию в модуле таргетированной рекламы системы Промопульт. Детально разбирать интерфейсы доступные настройки не будем — об этом мы уже не раз говорили на канале. Рассмотрим принципиальные моменты, связанные с настройкой рекламы для магазина-концтовара. Компания 1. Родители школьников — существующие клиенты. Для начала создаем новую компанию в модуле таргетированной рекламы Промопульт. Ссылочка, как всегда, есть в описании под видео. Выбираем рекламную систему MyTarget. Формат объявлений — Мультиформат. Это универсальный формат, он автоматически подстраивается под площадку, на которой будет показано объявление. Компанию так и называем — концтовары, родители школьников, существующие клиенты. Так мы точно будем знать, на какой сегмент ориентируемся. В дополнительных настройках подключаем Яндекс.Метрику или Google Analytics, а можно вместе, и также указываем юридическую информацию о магазине — это обязательное требование для дистанционной торговли. Продажа констоваров не требует лицензии и сертификатов. Не является запрещенной или попадающей под ограничения, поэтому какие-либо документы загружать не нужно. После настроек создаем проект. Система отправляет нас на этап настройки таргетинга. Но прежде чем настраивать таргетинг, переходим в раздел «Свои аудитории» и загружаем два списка email в формате txt. Первый список — email розничных покупателей, которые делали покупки в течение последнего года, но ничего не покупали за последние два месяца. Второй список — email оптовых клиентов, т.е. ип. ирлить. Переходим на вкладку «Таргетинг» и находим раздел «Свои аудитории». Включаем аудиторию клиенты констовары родители. Больше ничего здесь не меняем, поскольку мы загрузили свою аудиторию, настраивать геотаргетинг, таргетинг по соцдему и интересам нет смысла. Нас интересует трафик и продажи, поэтому модель оплаты оставляем CPC за переходы по объявлениям. Переходим к составлению объявлений. Упростим процесс при помощи автогенерации. Система на основе анализа контента сайта предложила ключевые слова. Добавляем те из них, которые соответствуют нашему сегменту. Также добавляем свои ключи. На основе этих фраз система составит объявления и подберет картинки из встроенных фотостоков. Система сгенерировала варианты объявлений. Редактируем их. При необходимости меняем картинки. Для редактирования креативов в модуле есть интеграция с сервисом Canva. Для каждого сегмента составим по два-три объявления. Так у нас будет больше данных для сравнения и оценки эффективности разных видов креативов. После составления объявлений переходим к установке бюджета. Система рекомендует нам дневной бюджет на уровне 290 рублей, что в месяц составит 8700. Это около 20% от нашего месячного бюджета. Мы помним о том, что родители приносят примерно 30% выручки, бизнес — 60% и еще 10% от прочих клиентов. Эти 10% отнесем к родителям, так как это тоже розничные клиенты. Таким образом, на привлечение родителей есть смысл выделить 40% бюджета, т.е. 18 000 рублей. На привлечение бизнеса — 27 000 рублей. Далее нужно распределить бюджет между сегментами — новые и существующие клиенты. Можно сделать это на основе сравнения охвата. Но тут есть нюанс. Допустим, при привлечении новых клиентов у вас охват 35 000 человек, а существующих всего 2 000. Если мы распределим бюджет на основе охвата, то будет большой перекос. Кроме того, скорее всего, вторая аудитория будет более конверсионной. Поэтому пока распределяем бюджет так, как рекомендует система, а потом скорректируем с учетом выделенных сумм на родителей и бизнес. Соглажаемся с предложенным месячным бюджетом 8 700 рублей. Модель оплаты не меняем. Управление ставками рекомендуется автоматическое. Это самый простой и безопасный вариант. В этом случае система будет в режиме реального времени определять ставки для получения максимума трафика. Если вы заметите, что трафика мало, попробуйте перейти в ручной режим, выбрать стратегию «Максимальное количество кликов» и на 15-20% увеличить ставку. Но это стоит делать только при таргетинге на своей аудитории и при условии действительно малого количества трафика. На этом настройки кампании завершена. Остается только запустить ее. Компания вторая. Родители школьников, новые клиенты. Чтобы не тратить время на настройки, переходим в профиль только что созданного проекта и в дополнительных настройках копируем проект. Вводим название проекта и нажимаем «Копировать». Переходим к настройке таргетинга. Выбираем «Геотаргетинг. Владимирская область». По статистике продаж магазина констовары для школьников примерно в 75% случаев покупают женщины, поэтому есть смысл таргетироваться именно на них. Также создаем возраст — 24-45 лет. Возрастное ограничение для нашей рекламы не актуально. В блоке «Детальный таргетинг» выбираем интерес, интерес в покупке детских товаров — «Школьные товары». Также в блоке «Поведенческие и социальные характеристики» можно выбрать родителей детей, школьников начальных классов, школьников средних и старших классов. Важно! При сужении таргетинга обращайте внимание на прогнозируемый охват — он не должен быть слишком малым, иначе вы не привлечете трафик. В нашем случае охват при выборе поведенческого таргетинга сузился менее чем на 10%, поэтому оставляем такие настройки. Еще один важный момент. Поскольку мы привлекаем новых клиентов, то имеет смысл исключить из показа аудитории, для которых мы настроим отдельные компании. Для этого в блоке «Своей аудитории» исключаем две аудитории — «Родителей» и «Бизнес». Далее составляем объявления и переходим к бюджету. На родителей мы выделили 18 000 рублей. Из них 8 700 направили на существующих клиентов родителей. Остается 9 300. Бюджет на месяц регулируется увеличением или уменьшением дневного бюджета. Минимальное значение — 150 рублей в день. Выставляем дневной бюджет, исходя из остатка средств. Управление ставками выбираем автоматическое. Экспериментировать с ручным режимом в этой компании нет особого смысла. Компания 3. Бизнес — существующие клиенты. Эта компания настраивается точно так же, как Компания 1, с той лишь разницей, что в блоке «Своей аудитории» указывают список email представителей бизнеса, а не розничных покупателей. Также будут другие объявления, заточенные под оптовиков и другой бюджет. Компания 4. Бизнес — новые клиенты. Для настройки этой компании выбираем кио-таргетинг Владимирской области, пол выбираем любой, возраст от 20 до 60 лет. По поведенческим характеристикам нацеливаемся на аудиторию, которой может быть интересна покупка констоваров. Это работники АХОА, отдела закупок, секретарей и по и прочим. Не забываем исключить из показа людей, email которых мы добавили в отдельные компании. Остается отредактировать созданные системой объявления, указать бюджет и запустить рекламу. У нас в итоге получилось 4 компании. Каждая заточена под свою аудиторию. При этом благодаря простому интерфейсу системы PromoPult и автоматизации нам хватило 30 минут, чтобы все настроить. После запуска таргетированной рекламы регулярно заходите в аккаунт, отслеживайте статистику, останавливайте неэффективные объявления и дорабатывайте креативы. Следить за динамикой показателей, CTR, конверсиями, показами и другими удобно на интерактивном дашборде. Он не перегружен лишними метриками и позволяет быстро оценить результат по каждой компании. Если позволяет бюджет, запустите контекстную рекламу в Яндекс.Директе в удобном интерфейсе PromoPult. Это позволит расширить охват и в более короткие сроки нарастить продажи. Ну а на этом все, до новых встреч!